здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что к нам присоединился всем здравствуйте у нас теплый день вон без шапочек все ходят тепло хорошо и это означает что надо уезжать через час я уезжаю но сейчас я быстренько отвечу на некоторые вопросы ну во-первых за день меня спросили как успеваете все во первых встаем рано ложимся тоже не поздно иногда правда бывает что поздно но в основном нет не поздно и вот сейчас муж на тренировке а я утром уже с пробежки и всех накормила напоила все сделала постирала и в два часа где-то примерно мы уезжаем и приедем завтра если будет возможность я сделаю видео нет нет немножко есть времени вот я сейчас читаю ваши комментарии и просто поражаюсь думаю ничего себе вот приятно-то как давно уже поняла что у меня на канале собрались люди интеллектуальные умные добрые не люди которые не терпят грязь грязь не в голове не вокруг себя не вообще то есть мною глубоко уважаемые люди вот они именно здесь люди которые со мной это вот мы все свои скажем так одной фразы мы все свои и все неважно вот в данную минуту вы присоединились вчера год назад два года как только вы подписались я сразу это вижу потому что я постоянно выхожу на вас и смотрю очень люблю ваши фотки вот например олечка да посмотрите улыбающийся я всегда смотрю я обращаю внимание на мелочи на все на все на все я человека чувствую мне не обязательно там допустим видеть его лицо но глаза когда я вижу то мне все понятно становится вот сейчас читаю пишет мне мария кочеткова оказалось не мария но настолько приятно все равно приятно понимаете давайте прочитаем что же мне пишет катринушка как красиво да смотрю я на вас и думаю эх господи мне бы такую умницу и красавицу жену я сначала думаю что то смотри это не то или что но потом все поняла всю жизнь так сидел бы напротив любовался бы и слушал 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 бы часами нет сутками нет годами всю жизнь ну конечно с перерывами на служение господа и прочие дела земные спасибо за видео очень познавательно и интересно а когда вы в кадре видео и еще лучше с уважением и братской любовью и я тут поняла что это брат брат во христе и конечно же большой большой вам привет и благодарность за такую поддержку духовно ваш брат во христе осмотрю я вас и пишу с дочкиной страничке с ее аккаунта а зовут меня андрей андрюша вам привет и дочечки привет дай бог здоровья благословений вам чтобы все в жизни господь бог предусмотрел для вас и я не женат поэтому столько комплиментов себе позволяю не пугайтесь и простите если что не так а если честно положа руку на сердце я в вас влюбился с первого взгляда с первого видео вас удивительным образом сочетается душевная духовная и телесная красота вот сейчас я наверное бордового цвета стала господи как я завидую доброй завистью вашему мужу такая вдохновляющая красота спасибо вам большое за слова такие вдохновенные я вас тоже люблю сестринской любовью конечно андрюша и большое вам спасибо я рада что у меня есть мужчины тоже адекватные потому что слишком много знаете иногда мата приходится удалять моему сыну вот а вот такие вот смотрю он оставил спасибо большое это галочка означает что вы уже опубликованы олечка следуя истины мне написала олечка спасибо большое и 3 3 сердечко которые я ловлю спасибо алёша вот галина гусева пишет и вам огромное спасибо вязание вязание это такое канал видимо имя не знаю здравствуйте что такое жидкий сыр а вот за жидкий сыр я вам сейчас подробно скажу и как только буду делать обязательно включу камеру потому что два раза уже делала на этой неделе и представляете я не всегда включаю камеру не всегда у меня это получается потому что все побыстричку побыстричку но записывайте нужно взять пол кило домашнего творога положить в миску только дома домашний творог дорогие мои вот смотрите у меня здесь в уголочке всегда есть молочко вот сейчас я делаю вот это у меня на кефир сейчас я перелью и у меня это козье молоко я только козье домашнее беру молоко у одного и того же человека делаю сыр делаю кефир делаю творог и сейчас вам расскажу дам рецепт и так как уже и сказала что вам нужно будет пол кило домашнего творога сделать как домашний творог делать у меня есть видео поищите там покопайтесь да и всегда можете найти положите в миску добавьте туда одно сырое яйцо в пол кило творога вы скажете только козий я люблю козий сыр делать но вы можете сделать и коровий почему нет из коровьего молока и так добавили одно сырое яйцо записали да и пол чайной ложечки пищевой соды ох люблю я соду дружу я с ней так что пол чайной ложки смело она будет плавить сыр так сказать добавьте туда еще где-то примерно две трети чайной ложки соли потому что смесь должна быть солененькая чтобы в готовом продукте не было крупинок из не растворившихся ингредиентов основу плавленого сыра тщательно перемешайте дальше идеальным решением для перемешивания конечно будет миксер ну или блендер что у вас есть на выходе из прибора основа должна представлять из себя такую однородную массу густую густую напоминающую сметану вот это наша основа это мы приготовили основу да вам надо будет выбрать такую кастрюльку вам надо будет куда не провалится миска скажем так с будущим плавленым сыром вот выбрав такую кастрюлю чтобы не проваливалась миска с приготовленной основой для сыра наполните эту кастрюльку на одну треть водой и поставьте на огонь когда вода в кастрюльке закипит уменьшите огонь и поставьте поверх кастрюли миску с будущим плавленым сыром и не пристанно и и помешивая примерно где-то через 10 минут основа плавленого сыра она станет жидкой а это будет свидетельствовать о том что творог начал плавиться и не переставая перемешивать продолжайте процесс варки постоянно перемешивайте еще раз говорю нужно постоянно перемешивать еще где-то через 10-15 минут сыр в миске загустеет и превратится в такую липкую тягучую массу и добавьте в плавленый сыр по желанию измельченную зелень я чеснок часто очень добавляю различные специи у нас их много белковую приправу нашу можно добавить вот эту нашу приправку которую я делаю курпапим это вообще идеально у вас цвет такой будет знаете желтовато-розоватый красивый сыр будет жидкий это очень полезный сыр это очень полезный сыр вот и потом снимите миску с водяной бани и переложите ее содержимое в пиалку предварительно смазав ее стенки растительным маслом я всегда смазываю стенки какой-нибудь емкости где вы держите плавленый сыр растительным маслом ну чтоб не чего не случилось сыром чтобы он подольше хранился и плавленый сыр осталось охладить затем на 8 часов поставить в холодильник чтобы он загустел и набрал вот все необходимые вкусовые качества ну вот и все испеките хлеб домашний у меня есть хлебопечка прекрасно без дрожжи без дрожжевой и намажьте плавленый сыр смажьте ломтик хлеба но только подбирайте муку тщательно ну это у нас еще будет на эту тему разговор и закрыв глаза от блаженства наслаждайтесь неописуемым и ни с чем не сравнимым вкусом вот так вот я делаю все очень просто а я уже время сколько прошло сейчас скажет болтает болтает ну вот видите как вот примерно так это все делается как раз и рецепта вам дала так что теперь вы знаете что такое жидкий сыр дальше наверное назову так видео жидкий сыр и признание в любви до жидкий сыр и признание как хорошо вот андрюша поднял настроение любой женщине приятно когда она кому-то нравится правда вот девчонки меня все время вдохновляют все время есть такой вот получается у меня есть сестренки и мальчишки именно братья которые вот а то у меня еще один мужчина у меня поддерживает тоже но он из чечни из чеченской республики или знаете он верующий он верующий но он мусульманин но все равно вот ему как-то нравится у меня поддерживает такой вот есть человек тоже смотрит меня и добрые комментарии пишет никогда слова мата не напишет вот андрюша тоже слава богу серёжа пишет сергей лавренюк а если у меня гастрит с повышенной кислотностью пишет пару эрозий а можно пить суду а вот я не знаю вам лучше сереж проконсультироваться с врачом посмотрите повышенная кислотность и пара эрозий это уже скажем так серьезный звоночек вам я точно знаю что можно пить вам можно пить заливайте семя льна одну столовую ложку заливайте холодной водой где-то полстакана это 100 миллилитров воды и утром выпиваете слегка нагрейте до теплой смеси и выпиваете у вас такая будет там до утра образуется слизь вот эту слизь вам точно надо натощак пить вот это ваш напиток если у вас гастрит и пару эрозий но проконсультируйтесь врачом но вот точно я вам скажу вот эта слизь от льна утренняя это ваш конек это ваш напиток это на сто процентов потому что есть результат есть которая девочка пила именно вот это утром у который не просто эрозии а у нее был такой серьезный гастрит серьезный и избавилась избавилась вот так дальше пишет леночка шмидт я леночка тоже вас очень люблю и вас благодарю за то что вы меня всегда поддерживаете дальше данил саси поставил лайк понравился ему напиток саси да этот напиток вы пьете и не замечаете как растворяется жир как нормализуется обмен веществ в организме кроме того вы насыщаете себя витаминами причем очень просто приготовленными вот кстати кто не знает как делать саси я внизу обязательно сделаю ссылочку чтобы у вас было это саси дальше пишет фридус аль кафсар если вы в каждой семье если в каждой семье будут такие жены и мамы спасут все человечество какая умная какая красивая женщина и такая приятная и голос приятный можно слушать и слушать да благословит вас и вашу семью бог благодарю за видео большое вам спасибо я не знаю к сожалению как вас зовут написано фирдаус аль кафзар огромное вам спасибо мир вам дай бог вам здоровья и благословений и пусть все ваши планы идут в соответствии с божьими планами и свершаются спасибо вам большое тори миша напишет спасибо катюша думаю водичка отлично обязательно сделаю спасибо большое торичка танюша савицкая здравствуйте огромное спасибо за чудесные маски вы умничка и вы танечка умничка у меня ой забыла галочки поставить чтобы вы у меня улетели туда вот дальше виктория актриса яхтина яхтина пишет так вкусненько рассказываете я так вкусненько рассказываю виктория чтобы вы это делали вот только ради этого дорогая моя я делаю чтобы моя семья и моя интернет семья а поскольку вы со мной надеюсь вы подписались надо проверить сейчас я зайду на подписки и проверю кто же у меня подписано кто просто так залетел и улетел потому что я вас всех люблю чтобы вы люблю когда вы становитесь моей интернет семьей и получается что не моя а наша и вот получилась такая группа людей которые избранные мудрые мыслящие интеллектуалы тянущиеся к добру которые ну просто благословенные люди макадес шарапова пишет давайте почитаем а если приготовить дома самому уксус тоже нельзя почему уксус делаем домашний это на какое видео вы написали мне 7 самых опасных продуктов уксус домашний полезный уксус домашний полезный а вот синтетический который в магазине это не натуральный он не из натурального продукта приготовлен он синтетика сплошная искусственная химия ее эту химию употреблять ни в коем случае нельзя ни в закатках нигде только от мух спасаться очень хорошо я вот на даче протираю стол протираю еще что-то протираю ранки когда кто-то укусит например комарик вот искусственным уксусом а домашний уксус у меня для приготовления дальше дальше астер с аликс пишет мне 57 лет я принимала аспирин по 100 миллиграмм один месяц ой кошмар какой а кто ж вам такое сказал открылась сумасшедшее кишечное кровотечение думала рак потом прошло но периодически появляется слушайте вы же могли вы наверно на какое видео да лекарство про аспирин где я сделала видео да хорошо что вы зашли на канал астер вы являетесь вот для всех ярким примером того что я была права когда сделала это видео что аспирин это такая гадость можно применять только в качестве масок кстати мужчинам тоже делайте маски становитесь моложе красивее вообще выглядеть хорошо никому не вредно поэтому астер я рада что вы свидетельствуете и поддерживаете меня в том что ни в коем случае нельзя употреблять аспирин и это я не знаю почему его до сих пор не запретят мало того еще говорят что каждый день надо употреблять для разжижения крови я вот следующее видео сделаю обязательно опять про разжижение крови о том как можно легко разжижать кровь не прибегая к аспирину и к другим медикаментам химическим опасным вот я очень рада большое вам спасибо дай бог вам здоровья буду молиться о вас и о том чтобы у вас прекратились раз и навсегда вот эти кровотечения данил пишет а я бы просто ну вот такое тоже ну вот такое тоже бывает так сейчас удалим удалить сегодня у меня сын не проверял он поспешил пошел с девушкой в кафешку вот и приходится мне делать проверку обычно я уже смотрю те комментарии которые он для меня приготовил он редактирует их очень так строго относится к редакции уже четко чувствует даже когда без мата где ирония где сарказм настолько вот у него уже практика и я очень рада что я ему дала вот эту скажем так вот это направление редакция он теперь знает какие есть люди насколько у кого из арта течет мед а у кого грязь он может распределять уже он говорит мама вот это но черно черно ротые вот откуда такие люди а вот это вот посмотри ну божий человек пишет божий причем он уже знает он с вами знаком вот например смотрите евгения михалевич улыбается красавица вот она посмотрите насколько приятный человек я не знаю вот посмотрите евгения но какая красавица зубки улыбка да прелесть просто как я люблю ваши фотки кстати обожаю и пишет благодарю вас милая катюша с огромным удовольствием слушаю ваши советы какая вы умница да не такая уж я и умница я беру все черпаю также как и вы из книг собираю библиотеки у меня уже довольно таки серьезные библиотечки дома в которых я и растворяюсь но все что я рассказываю я делаю именно это мой образ жизни в своей семье ваши советы дай бог вам здоровье на долгие годы принимаю принимаю на всю жизнь беру здоровье принимание на долгие а именно на всю жизнь спасибо большое так алисе пишет кормяше мам можно пить этот чай так а детям можно давать а кормящим мамам вы имеете ввиду да олеся какой чай сейчас посмотрим посмотрим эликсир да понемножечку по чуть-чуть это не чай это знаете что олесечка вы добавляете в теплую водичку и вас будет напиток мало того вы будете избавляться от гельминтов это очень хорошо и через этот чайок ваш ребенок будет избавляться от гельминтов и набираться хорошего иммунитета сильного иммунитета крепкого деткам давать конечно олесечка пишет деткам по чуть-чуть растворять хорошо в чай но прежде проверить чтобы не было аллергии и давать только не новорожденным конечно же начиная с двух лет нормально наташенька гелёва это мой спутник она меня всегда поддерживает это один из тех людей ну я их называю божьи жемчуга вот господь бог мне кидает жемчужинки которые меня окрыляют вот есть знаете идет грязь 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 удаляем 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 и потом пац наташа гелёва уже читать не надо уже вот эти ее сердечки и жить хочется катюша огромное спасибо за бесценную информацию вот все этого спасибо мне больше чем на весь день огромное спасибо таисия мельникова пишет спасибо большое вы красавица когда вы все успеваете ну вот уже время сейчас мне нужно собираться я уезжаю уезжаю на сутки если будет у меня там возможность я обязательно вам сделаю видео я люблю вас спасибо тачка успеваю кто никуда не спешит тот всегда успевает и я не спешу никуда есть время работать есть время растворяться в хобби мое хобби это жизнь это жизнь это бог жизнь в боге мое хобби жить растворяться в нем и он конечно дает мозгу питание он дает мозгу радость находить ту же самую радость во всем в окружающем жить и наслаждаться этой жизнью не страдать и ни в коем случае не роптать ни в коем случае за все благодарить все принимать вот так но я думаю ответила на ваши вопросы любовь любушка некрасова сердечки принимаю вас тоже благодарю и людмила дунина мудрые ваши слова спасибо людмилушка дай бог вам здоровья и благословение ну вот и все дорогие мои вот что успела все показала ответила которые комментарии еще не посмотрела девочки вы уж простите я вас всех люблю и конечно же вас всех читаю и еще будет у нас много таких интернет семья в эфире где я на все дам ответ будьте благословены вы и ваши близкие я вас люблю пока пока мальчишки и девчонки тоже а то из-за мальчишек забываю мальчишкам тоже привет всех вас люблю божьих благословений вам мира добра благодати пусть бог купает ваши семьи и вас в благодати